Оксюморон часто считался оборотом речи, но открытие новой черной дыры показало, что он может также представлять собой важный научный прорыв. При помощи рентгеновской обсерватории Чандра и 6,5-метрового телескопа в Чили астрономы нашли самую маленькую, гигантскую черную дыру. Объект Оксюморон, который может дать информацию о том, как формировались значительно большие черные дыры в галактиках миллиарды лет назад. Астрономы оценивают массу этой сверхмассивной черной дыры в 50 тысяч масс Солнца, что в два раза меньше, чем предыдущий рекордсмен малой массы в центрах галактик. Крошечная черная дыра-гигант находится в центре карликовой дисковой галактики RGJ-118 на расстоянии в 340 миллионов лет. Ученые оценивают массу черной дыры, изучая движение холодного газа около центра галактики и используя данные визуального диапазона. Для того, чтобы установить яркость рентгеновского излучения горячего газа, падающего на черную дыру, они используют данные обсерватории Чандра. Они увидели, что давление наружу горячего газа составляет всего 1% от гравитации черной дыры, и это соответствует свойствам других сверхмассивных черных дыр. Черная дыра в RGJ-118 примерно в 100 раз легче сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути и в 200 тысяч раз легче самых тяжелых сверхмассивных черных дыр, найденных в центрах других галактик. Исследователи продолжат искать сверхмассивные черные дыры, сравнимые по размеру или даже меньше, чем в RGJ-118. Важно сделать большую выборку, поскольку такие черные дыры вполне могут быть зернами, которые вырастают в значительно большие сверхмассивные черные дыры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова